Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Меня попросили начитать одну брошюру про Таирею Виктора Потапова. «Молчанием предается Бог». Российская Православная Церковь. К вопросу о взаимоотношениях русской и зарубежной церкви с московской патриархией. Лествица. 1992 год. Издано при содействии фирмы НИКО-2. Город Тольятти. «Молчанием предается Бог». К вопросу о взаимоотношениях русской и зарубежной церкви с московской патриархией. Тут звездочка, и внизу дается ссылка. По избежанию возможных недоразумений необходимо сделать следующее пояснение. Нельзя смешивать несколько внешне однородных понятий. Московская патриархия, московский патриарх, патриархат и церковь. Московская патриархия, руководящая учреждение, представляющее собой патриарха с синодом, отделами и различными комиссиями, то есть церковным руководством. Московский патриархат является синонимом Российской Православной Церкви. Понятие же церкви выходит за рамки одной поместной церкви и обнимает собой всех истинно верующих и живущих во Христе. В настоящей статье здесь и далее под определением «Московская патриархия» подразумевается в первую очередь церковное руководство Московского патриархата или Российской Православной Церкви. В скобках размышления священника Никто не служит двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, в скобках, то есть земному, Виктор Потапов. Матфея 6, глава 24 стих Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что у общего света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным. И потому выйдете из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями, говорит Господь Сидержитель. 2 Коринфянам 6, глава 14 по 18 стих Люди забыли Бога, оттого и все Вступление Благодаря подвигу веры святого, равноапостольного князя Владимира, сумевшего принять Евангелие и Христа как самое драгоценное и единственное, что может быть у человека, и кому можно подчиниться и служить до конца, Россия просветилась светом Христовым. Русь украсилась солмом подвижников благочестия. Благая весть привела к рассвету всех сторон ее православной культуры. Однако эти радостные страницы нашей истории со временем затмеваются падением благочестия и пагубным расколом. Наша интеллигенция, как евангельский блудный сын, уходит в страну далече с полной суммой народных ценностей, вдохновленных святым православием, а возвращается домой с ценностями ложными. В России появились идеи, которые постепенно отравляли русского человека ядом неверия. Долготерпеливый и многомилостивый Господь, скобка как некогда в Ветхозаветной Неве, звездочка, внизу ссылка, древний ассирийский город, жители которого покаялись за свой нечестивый образ жизни и были Богом помилованы. Посылает своих пророков, чтобы предупредить наш народ и призвать его к покаянию, пока еще не поздно. Русские праведники всегда утверждали, что истина вера во Христа, принадлежность телу Христову, Святой Православной Церкви с ее животворящими таинствами больше всего нужны русским людям. Пророки наши призывали к всецело покаянной обращенности ко Господу, как единственное средство для русских сохранить себя, как христианский народ. Поражает, с какой точностью наши пророки предвидели масштабы и ужасы грядущей катастрофы. Задолго до начала русского лихолетия преподобный Серафим Саровский предвидел такую страшную картину. Кавычки открыты. Пройдет более чем полвека, тогда злодеи поднимут высоко свою голову. Будет это непременно. Господь, видя нераскаянную злобу сердец их, попустит их начинанием на малое время. Но болезнь их обратится на главу их, и наверх их снизит неправда пагубных замыслов их. Земля русская обогрится реками кровей. До рождения Антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое. Ибо кровопролитие России будет ужаснейшее. Бунты Розинский, Пугачевский, Французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей господних, уничтожение и разграбление богатых и добрых людей. Реки крови русской прольются. На земле русской будут великие бедствия. Архиереи, церкви божьи и другие духовные лица отступят от чистоты православия. И за это Господь чашкой их накажет. В революционном 1905 году святой праведный Иоанн Кроштадский в одной из своих проповедей предостерегал. Россия. Если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Руссией святой. Если не будет покаяния у русского народа, конец мира близок. Бог отнимет благочестивого царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозваных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами. Кавычки закрыты. Пламенные проповеди и призывы к покаянию не легли в сердце русского человека. Свершилась неслыханная в человеческой истории национальная трагедия. В лице богоборцев, большевиков взбаламутилась русская темная стихия. Поднялась Русь богохульная, окаянная. Александр Исаевич Солженицын в своей темплотоновской речи Лондон 10 мая 1983 года говорил, как ему в детстве объясняли причину российской катастрофы. Кавычки открыты. Больше полувека назад еще ребенком я слышал от разных людей в объяснении великих сотрясений, постигших Россию. Люди забыли Бога. От того и все. С тех пор, потрудясь над историей нашей революции, немногим менее полувека, прочтя сотни книг, собрав сотни личных свидетельств, и сам уже написав в расчистку того обвала восемь томов, я сегодня на просьбу как можно короче назвать главную причину той истребительной революции, сголодавшей у нас до 60 миллионов людей. Не смогу выразить точнее, чем повторить. Люди забыли Бога. От того и все. Кавычки закрыты. Несколько лет назад было торжественно отмечено тысячелетие крещения Руси. Работали различные комитеты и конгрессы. Писались научные труды, публиковались книги и журналы, чеканились монеты и медали с целью увековечить дело святого князя Владимира. Однако во всем этом было упущено главное. Покаяние. Всенародное оплакивание своего богатступничества, приведшего к революционной катастрофе. Праведник наших дней архиепископ Иоанн Максимович в 1938 году выразил это такими словами. Кавычки открыты. Нашедшее на Россию бедствие является прямым последствием тяжелых грехов, и ее возрождение возможно лишь после очищения от них. Однако до сих пор нет настоящего покаяния. Явно не осуждены содеянные преступления. А многие активные участники революции утверждают, что тогда нельзя было поступать иначе. Не высказывая прямого осуждения в февральской революции, восстание против помазанника, русские люди продолжают участвовать в грехе, особенно когда отставят плоды революции. Кавычки закрыты. Можно смело сказать, что и расколы внутри церкви являются следствием богоотступничества, как и любое зло. Памятуя об этом, необходимо, чтобы церковь Христова в России принялась за главную свою миссию призыв к всенародному покаянию. В первую очередь исполнение это заповеди лежит на архипастырях и пастырях. Но если они впадают в жестоковыйность и неправомыслие, народ Божий не только может, но и обязан возвысить свой голос в защиту истины Христовой, ибо он тоже несет ответственность за канонический порядок в самой церкви. Святой Иоанн Златоуст призывал верующих не все возлагать на одно духовенство, но и самим заботиться о церкви. Грешно и преступно рядовым священникам и верующим отстраняться от ответственности за духовные пути и церкви, прикрываясь ложным смирением. Владыка знает лучше, батюшка не благословил. Миряне не представляют собой лишь пассивный объект управления с единственной обязанностью повиновения иерархии. Крещение и миропомазание есть своего рода рукоположение в христианское звание. Миряне в каком-то смысле тоже обличены в священный сан по слову апостола Петра «Вы народ Божий, царственное священство» 1 Петра 2 глава 9 стих. Достаточно вспомнить замечательное место из окружного послания восточных патриархов 1848 года, которое гласит «У нас ни патриархи, ни собор никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело церкви, то есть самый народ, который всегда желает сохранить веру свою, неизменную и согласную с верой отцов его». Кавычки закрыты. Церковь есть наше общее достояние и она требует общей нашей заботы, нашего личного участия. Кто любит церковь, тот хочет ей благо, кто думает о ее будущем, может ли остаться хладногровным и равнодушным к ее призыву. Чадо, иди днесь, делай в винограднике моем. Пусть наша молитва станет молитва, созданная неизвестными православными христианами, сразу же после катастрофы 1917 года, которые сумели правильно осмыслить то, что произошло с Россией. Кавычки открыты. Верую, Господи, и исповедую, что Ты посылаешь огонь и испытания для того, чтобы мы вышли из него чистыми и преображенными, готовыми для нового строительства жизни. Верую, Господи, что наша Родина проходит через горнило скорби, чтобы омыться от накопившейся неправды и чтобы выйти в возрожденный на встречу Господу своему. Верую, что среди бурь и пожара Ты осеняешь нас крылом беспредельного милосердия своего и ведешь нас через голгоф искупления к неизреченному свету Твоему. Неисповедимы пути Твои, Господи, Ты один ведаешь, когда чаша наша будет допита до дна и наступит светлый час воскресения нашего, да будет воля Твоя. Кавычки закрыты. Первое Раскол и его устранение Наша брань не против крови и плоти в скобках, то есть против человека Виктора Потапова а против злобы поднебесных Эфесянам 6 глава 12 стих Расколы вызывают глубокую душевную боль, особенно при воспоминании первосвященческой молитвы спасителя, произнесенной накануне его страданий. Один из центральных моментов этой молитвы прошение об единстве «Да будут все едино, как Ты Отче во мне и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня» Евангелие от Яна 17 глава 21 стих Это молитва спасителя о его церкви. Расколы же усугубляют агонию божественного страдальца и радуют только врага нашего спасения. Бесспорно, должны быть приложены максимальные усилия для преодоления раскола и приобретения единства. Этого желают все православные русские люди. Встать на этот путь необходимо всем членам церкви. Это было отмечено в послании Архиерейского собора Русской Зарубежной Церкви октябрь 1991 год. Двоеточие Раскол можно преодолеть только смиренной молитвой покаянием братской любою ко всем падшим в тяжелое время гонений и заблудшим в настоящее время. Возрождение веры должно начаться с духовного обновления нас самих, с покаянием и с очищения нас от греховной нечистоты и самооправдания. Выделено мною ВП. Чистый сердцем Бога узрят. То есть, чтобы познать Бога и жить в нем, необходимо очистить мысли, чувства и саму жизнь. Таким очищением себя положим начало некоторому предсоборному взаимопониманию, уяснение ошибок и отклонения от истины. После такой подготовки возможно будет свободный от всякой лояльности и вмешательства чудеродных сил и их влияние на Всероссийский собор, созданный в соответствии с церковными началами, который будет судить об истории нашей Церкви в прошедшее десятилетие и сможет начертать ее дальнейшую судьбу. Мы призываем всех чад Православной Церкви влиться в этот благодатный предсоборный процесс с глубоким сознанием своей немощи и греховности, упывая на Господа, упывая на милость и помощь Божию. Во смирении нашем помянул ныне Господь. Псалом 135, 23 стих. Ясно, что архиереи Русской Зарубежной Церкви мыслят этот предсоборный процесс как путь к истинному единству, а не как внешнему объединению, достигаемому любой ценой. Долго не мог я понять, почему отдельные представители российской миграции, посетившие столько усилий и времени борьбе с коммунизмом, сегодня позволяют себе сознательно не замечать те страшные последствия коммунистической заразы, которые продолжают терзать Русскую Церковь. Чем вызваны их требования к зарубежной церкви, во что бы ни то ни стало, и при любых условиях воссоединиться с московской патриархией, одним из последних институтов, сохранивших следы этой коммунистической заразы. Не объясняется ли это тем, что сопротивление вчерашних борцов с коммунизмом было лишь поверхностополитическим, а не глубинно духовным? Быть может, после стольких лет напряженной политической борьбы истякли в них силы рассмотреть страшные результаты подчиненности московской патриархии богоборческому государству? Не стали ли некоторые из них на путь наименьшего сопротивления еще и потому, что их духовное чувство притупилось и компромисс ложь? И прочие извращенные явления стали приниматься как нечто нормальное. Сейчас надо не критиковать патриарха и патриархию, а помогать им. Говоря некоторые вполне благонамеренные люди, слишком легко забывающие церковную историю нашего времени. Во всем этом смутно припоминаются те настроения, которые были охвачены некоторые эмигрантские круги после Второй мировой войны, а затем впору хрущевской оттепели. Вчерашние члены компартии со своим прежним мышлением внешне вроде перестроились. Но под флагами других партий новых идеологий продолжает восседать и в российское правительстве, и в массовых общественных организациях. Тяжелое наследие коммунизма по-прежнему дает о себе знать всюду, где продолжают играть роль вчерашние коммунисты. Зло, посеяное в России дьяволом, верным ему большевистскими прислужниками, продолжает по сей день мучить церковное тело России. Нельзя делать вид, что это не так. Священное Писание заповедует противостоять злу. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, исправьте сердца двоедушные. послание Якова, 4 глава, 7-8 стих. Кавычки открыты. Закрывать глаза на зло прошлого, а тем более его оправдывать, значит дать ему новый шанс в будущем. Писал в свое время про Таирея Александр Мень. История особенно недавняя живет среди нас. Ее корни в нашем сознании, в нашем быту, в нашем словаре. Поэтому разбираться в ней, давать оценку страшным событиям, которые сотрясали мир на протяжении почти всего нашего века, одна из насущных задач. Но понять их и оценить нельзя, не имея точки отсчета шкалы ценностей нравственного критерия. В скобках советская культура 21 октября 1989 года. Кавычки закрыты. Это зло прошлого, которое некоторые пытаются оправдать. Убил автора процитированных выше строк. Факты истории московской патархии не отделены от нас годами. Посеянное в прошлом восходит в настоящем и будущем. Чтобы продолжить наш разговор о сегодняшней русской церковной жизни, нам не обойтись без выяснения того, что такое сергианство и вместе с ним явление, породившее ныне переживаемый церковный кризис. Обратимся к истории. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Аллилуйя.